АвтоВАЗ получил большой госзаказ. Автогиганту предстоит выпустить полторы тысячи внедорожников Lada Niva Travel. Машины предназначены для региональной медицины, преимущественно для обслуживания сельских фельдшерско-акушерских пунктов. В этой новости удивительно то, что федеральные чиновники избрали для медиков не традиционные уазовские буханки, а Ниву, притом дорогую, Travel вместо Legend. Впрочем, фельдшеров такой выбор наверняка только обрадует. Кстати, как сообщает портал Автовзгляд, руководство Ульяновского автозавода поручило продолжить работу над новым поколением Патриота. По информации изданий, аналитикам предстоит провести актуальную оценку экономической целесообразности проекта. Напомним, что сам проект, имеющий внутризаводское название Патриот 2020, предполагает глубокую модернизацию флагмана марки ВАЗ с внедрением новой рамы и нового шасси и современных турбированных моторов. Если заводские эксперты дадут ответ, что такой внедорожник нужен российскому рынку, то новинку начнут готовить для постановки на конвейер. В противном случае автозаводу придется и дальше штамповать стремительно устаревающие Патриоты нынешнего образца. И продолжая тему отечественного автопрома. Газель NN, что появилась этим летом, продолжает обрастать новыми модификациями. Если сперва машина оснащалась лишь турбодизелями Cummins, то сейчас получила новый битопливный двигатель EvoTec 3.0. Свежий атмосферник мощнее и моментнее прежнего, что имел рабочий объем 2,7 литра. Кроме того, новинка получила чугунный блок цилиндров вместо легкосплавного, а также другие коленчатый вал, головку блока и поршни. Отдельно заявлено, что внедрение принудительного охлаждения поршней маслом снизило общую теплонапряженность движка. А значит, рядная четверка надежно застрахована от возможного перегрева. Пока готовы бензиновая и метановая версия агрегата, но очевидно, что вскоре газовцы также выведут пропан-бутановые исполнения. Другая новинка из Нижнего Новгорода, метановая версия 10-тонного газона Next. Модель представляет собой шасси для надстроек, у которого газовые баллоны расположены вертикально, непосредственно за кабиной. На базе шасси будут выпускаться самые разные автомобили, включая мусоровозы, манипуляторы и тому подобное. Объявлено, что грузовик на сжатом природном газе должен оказаться на 40-60% выгоднее своего дизельного собрата. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok